Продолжение следует... В течение первых пяти месяцев 68-го года ВМФ США во время воздушной операции в Юго-Восточной Азии показал едва ли приемлемое соотношение побед к потерям, менее чем 3 к 1. Маленькие истребители МИГ ввязывались в бой с истребителями ВВС и ВМФ и в классическом ближнем докфайте перекручивали американских пилотов. Разница в размере и маневренности между американскими самолетами и МИГами, плюс отсутствие программы тренировок между разными самолетами считается основными факторами в малом соотношении побед у флота. Во временном, но положительном ответе к угрозе МИГов была основана школа вооружения истребителей ВМФ США для быстрого обучения основного флотского костяка истребительных экипажей. Школа, в простонародье названная Top Gun, начала интенсивные курсы по изучению вражеских возможностей, а также постепенный ввод в тактику воздушного боя, летая против разнотипных самолетов. Самолет, на который пал выбор для несимметричного условного противника, был маленький и маневренный A4 Skyhawk. Когда выпускники школы вернулись в Юго-Восточную Азию, они значительно улучшили соотношение убийств к потерям. В 1972 году отношение выросло до 13 к 1, и Top Gun оправдал свое имя, чтобы стать школой на постоянной основе. После войны во Вьетнаме в школу потребовался сверхзвуковой условный противник, и этот пробел был временно заполнен Т-38, учебным сверхзвуковым самолетом с качествами легкого истребителя. Но когда самолетные технологии шагнули вперед, понадобился не только быстрый, но также более маневренный самолет с характеристиками эквивалентными или превосходящими последней модели Мигов. Для этой роли в Top Gun выбрали Northrop F-5E Tiger II. Маленький, быстрый, визуально малозаметный, F-5E обеспечивает школу наиболее близким к настоящей угрозе самолетом, который может быть найден в инвентаре США. Особенно, когда на нем летают пилоты Top Gun, знакомые с тактикой коммунистов. Джентльмены, добро пожаловать в лучшие пять недель вашей летной карьеры! Top Gun, пожалуй, самый максимальный тренировочный опыт для экипажа ВМФ. Пилоты-истребители со всех флотских эскадрилей хотят получить этот шанс для улучшения их скилла в ближнем маневренном воздушном бою. Меня зовут Джим Роб, F-14, перебыл сюда с двумя экипажами эскадриле Top Haters. Пять лет и семьсот часов налета. Меня зовут Хаком, в ближайшие три часа мы с вами поговорим о маневрах один на один, вступления в истребительную тактику. Следующие два часа мы посвятим применение пушек в воздушном бое. Пятинедельный учебный план Top Gun включает примерно 100 воздушных схваток и 90 часов наземного обучения, которые покрывают все приемы ВМФ, используемые в воздушных боях. Почему мы говорим о сравнении самолетов? Это для того, чтобы определить сильные стороны наших самолетов, а также сильные стороны самолетов противника. Главное правило в данном случае, если вы лоб в лоб с любым самолетом маневрируете вправо для прохода левыми сторонами. Каждый вылет, вне зависимости от маршрута и сложности, тщательно планируется. Некоторые построения противника, которые вы можете ожидать, начинают. Экипажи учатся пользоваться слабыми местами оппонентов благодаря командной работе. Экипажи должны работать согласованно для единственной цели – для победы. Вы увидите своего напарника с противником на хвосте. Мы будем брать преследователя, летя немного выше. У нас же есть хорошая система для их постоянного перехвата. Я думаю, что мы сможем одолеть этих парней, так что давайте приступим. Большинству новичков, пришедших в топган, визуально сложно обнаружить маленькие F5, T38 или A4, которые наиболее близки по размерам к мигам, против которых им предстоит летать. Камуфляжная окраска усугубляет проблему обнаружения и требует острую дисциплину по бдительности и совместной работе экипажа по управлению своим самолетом. Вызываю бэкстарт цель на 0.1.0. 0.1.0, удаление 3.5. 2.5 сейчас. Смещение вправо 0.2.0. Полторы мили. Понял. Тейли Хоу – жаргон, означающий визуальное обнаружение противника. Я его вижу, он проходит слева сейчас. Он идет впереди меня выше. Это пущенное поражение F14. Окей, ты видишь его? Да, я его вижу. В четырех милях. Понял, пытаюсь найти. Да, вижу его. Новички, сближайтесь с противником по курсу 0.9.0. Они поворачивают к вам. Сближение по курсу 0.9.0 – 8 миль. Каждое движение каждого самолета обрабатывается компьютером и выводится на TV-экран ACM, который называется «Область воздушного боя» или ACMR. Для пилота самое лучшее – это функция реплеев во время разбора полетов. Вся команда может сесть и посмотреть их маневрирование и проанализировать его с различных ракурсов. Я беру захват F14, который идет за тобой как тень. Он твоей жесткой 6. F14 идет курсом 280 сейчас. Джим, здесь я получил хорошее огневое решение для пуска ракеты в тебя. Я резко двернул на тебя в горизонте, и я не думал, что ты поймешь, что у меня было намного больше энергии, чем у тебя. Наиболее важная часть каждой миссии – это разбор полетов и дебрифинг, на котором рассматривается каждый момент учебного боя. Что произошло? Как произошло? И, возможно, самое главное – почему так произошло? Я увидел твой форсаж, поэтому у меня был хороший захват, и я сбил тебя ракетой Ка-13. Эй, Тоу, полклассификации НАТО. Окей, джентльмены, противник был в очень близком завине, 12 тысяч футов. В каком построении был ты, Джим? В двумиле колонии. Чиф, что ты видел во время визуальной идентификации? Противник шел курсом 120, когда наши перехватчики были на 300. Курс, высота, контакты – это язык летчиков-остребителей при реконструкции каждого дугфайта. Обзор и обсуждение тактик, которые работают и которые нет. Процесс совершенствования начался. Окей, Джим, сейчас мы разберем ситуацию с горизонтальными ножницами. Можешь поделиться, что ты видишь на этой модели? Хорошо. Мы стартовали с позиции, когда у вас нос смотрел вверх, на меня. Я был достаточно медленный, поэтому я разменял скорость. В каждом вылете новички набираются уверенности и опыта, постепенно развивая лидерские качества. Под конец пятинедельного курса студенты примеряют на себя роли инструкторов. Когда вы пропускаете свою цель А4 здесь, он хочет уйти вправо. Мы хотим пойти наверх здесь. Каждый из нас хочет пропустить свою цель вперед. Добрый день. Сегодня у вас будет ваш альфа-страйк. Это кульминация всего того, чему вы здесь учились. Вы будете прикрывать ударную группу к цели и обратно. Альфа-страйк – это миссия против имитируемой наземной цели. По сути, финальный экзамен в школе Топ-Ган. Это шанс для студентов спланировать и пройти на практике все то, чему они обучали в школе последние пять недель. Инструктора будут противником. Мы разместим F5, один с север, один с юга. Это эскадрилья Топ-Ган на юге чисто. Смысл миссии в том, что учителя должны внезапно атаковать группу бомбардировщиков и проверить навыки студентов при уничтожении вражеских перехватчиков до того, как они собьют бомбардировщики. Окей, у нас тут две группы F14 идут с юга, направление 185 миль. Окей, пусть один из наших пойдет с востока, а другой – запада. Окей, прямая видимость, я их вижу. Он не угрожает пока. Над нами, над нами. Я ничего не могу сделать, 300 узлов. Окей, я за ним, я одного вырубил. Я его сбил, я его сбил. Поверни в сторону реки. Пуск ракеты по F5, который летит вниз. Пуск ракеты по F14. Противник слева, я беру его, беру его. Топливо на 7 минут. Стреляю пушкой. F4 слева на 10 часов. F14 выше на 8 часов. Беру захват F4. Окей, давай найдем и собьем его. Я только что вписался в бой с севера. Смотри, F14 за ним, дай крен влево. Окей, поворачиваю резко влево и вниз. Я вижу его нос с 4 часов, но у меня здесь неприятности. Он собирается стрелять. Он опускает свой нос. Хорошо, хорошо, хорошо. Он берет его в захват и может сбить его. Буду работать пушкой. О, это хороший выстрел. Один под нами. Думаю, мы хорошо с ними разделывались на этот раз. Думаю, мы хорошо с ними разделывались на этот раз. Они теперь летают на своих самолетах, как никто другой во всем флоте. А также могут эффективно воевать против маленьких как миг целей. То, что они еще не прошли, в отличие от пилотов, которые имеют нашивку Top Gun, так это их реальные воздушные бои. Их реальная служба только начинается. Top Gun обучает новичков для того, чтобы те, когда вернутся на места постоянной дислокации, могли поделиться полученным опытом на местах. Они становятся как бы инструкторами, это их главная роль в эскадрилье. Главная цель школы Top Gun — выпустить натренированные экипажи, которые смогут как воевать, так и обучать служивцев. Уверенные в себе экипажи, наделенные желанием побеждать и духами воинов. Продолжение следует... Орландо Ин интересы Экипажи Пиксирует Скажем Блатный